Если вам необходимо погрузиться в тонкости седа, увидеть какие-то необычные примеры использования, раскрыть его глубину, посмотреть на все-все-все-все функциональности, это видео не про это. И вообще весь мой курс не про глубинное исследование особенностей Linux и Basha и так далее. Здесь я хочу осветить базовые вещи для тех, кто никогда не сталкивался или сталкивался с чем-то, но боится это использовать, не понимает, как это использовать, или видел, но думает, что это сложно и не использует. И я хочу в этом видео показать, что сед это достаточно просто, и его можно очень удобно и эффективно использовать для решения каких-то своих задач. Я буду касаться тех функциональностей седа, которые использую сам, и их как бы немного. В основном это мы поговорим про замену одних значений на другие, про поиск по регулярным выражениям с помощью седа. Я не претендую на глубокое исследование этого инструмента. Так или иначе, под каждую задачу определенную особенную у седа, вероятно, найдется для вас ответ. Единственное, что вам нужно искать его в документации седа. Но также вы можете подписаться на мой канал, поставить лайк под этим видео, подписаться на канал в Телеграме, Телеграм-чат и задать вопрос туда. И, возможно, коллективно мы сможем найти ответ и на твой вопрос. Если тебя интересуют консультации или менторское сопровождение, ты можешь найти мои контакты в описании под этим видео, поддержать меня на Boosty, написать мне любые вопросы в Телеграм и так далее. Ну что ж, поехали! Давайте посмотрим, начнем с того, что же такое сед вообще через MAN. К ней стоит прибегать к этой документации, безусловно, когда у вас возникают вопросы. Но еще проще, конечно же, найти документацию в интернете с примерами, там, на Хабре, где-то еще, где люди разживали. Вам пример. Либо узнать у чата GPT, который бы конкретно объяснил, что делает в определенный момент сед. По сути, понятно, мы видим, что это потоковый редактор для фильтрации и трансформинга, соответственно, изменения текста. У него есть много разных, понятно, опций, которые в той или иной мере могут быть для вас полезны. То есть мы можем, например, у меня файл здесь есть, который называется sed.txt. И он выглядит так вот просто. Пока что это абсолютно банальный набор строк, который в каждом туториале седа используется, вот чтобы показать базовые какие-то функции этой утилиты, чтобы в будущем вы могли понимать, ага, я могу это использовать для того-то или для этого, чтобы с логом взаимодействовать или с конфигом. Дальше я про это расскажу, покажу на реальном примере, что можно сделать. Но сейчас сбавим оборот и просто поговорим про его функцию, этого инструмента. Что я про перенаправление потоков имел в виду? Имею в виду, что, например, мы также можем выполнить cut set text, дальше у нас идет pipe, затем я говорю set, здравствуйте, set, и в кавычках ему прописываю. Сейчас тоже в голову не берем, объясню. Вот у меня есть, давайте, чтобы поинтереснее было, вот эту вот фразу с решеточкой именно. То есть у нас с решеткой не так-то и много есть соответствующий строк. Вот так вот я поставлю и поставлю P. Смотрим момент. Он мне написал все. Вот все мне напечатал. Как будто бы это вот то, что я вот здесь сделал, вот эта конструкция и нахрен не нужна. Но я выставляю опцию N, и в этом случае мы получаем то, что мы хотели. То есть здесь он задублировал. Если я использую P, P это значит print, напечатать. Если я использую вот эту вот функцию P и как бы печатаю, он вместо того, чтобы напечатать, просто мне вывести именно эти два значения, как это получилось во втором варианте, он их дублирует. Вопрос тогда, что делает N? Да, я не понимаю, что значит. Я перевожу. Перевожу вот это. Автоматическая печать пространства для узора. Смотрим. Это DIPL-переводчик, если кто не знает. Самый, как мне, по мне, самый удобный переводчик. Автоматическая печать пространства для узора. Не очень понятно, не очень. Я искал, значит, есть некая информация. Вот есть некая информация по этому делу. Какая-то, значит, перевод. Это вот некий перевод команды set, русский перевод. Он, значит, если автопечать не отключена, N отключает автопечать. Печатает буферы, затем заменяет содержимое буфера на следующую строку. А если автопечать отключена, опция N, то просто меняет содержимое буфера на следующую строку. А если следующей строки нет, текущая, последняя в тексте, то эта команда просто выводит содержимое буфера, если это разрешено. Вот для человека, который первый раз в жизни встречается с Эдом, то, что сейчас я прочитал, и как бы вообще никакой информации не несет. Когда линуксоид какой-то прокачанный, прошаренный человек посмотрит это видео, он скажет, ну это же элементарно. Ну тут же понятно, без каких-либо вопросов, что если автопечать не отключена, то печатается буфер, а затем заменяется содержимое буфера на следующую строку. Ну что тут непонятно? Это же все для дебилов написано. Вот нормально парень расписал. Вот. Ну я все-таки склонюсь к тому, что это не очень понятно. Но самое главное, что нам нужно понимать для конкретно наших задач, на конкретный сегодняшний день, когда я не знаю, что такое сет, и знакомлюсь с ним в первый раз, давайте будем считать, что если я хочу отпринтовать строки без дублирования, я буду писать опцию N, флаг N, перед этим всем делом. Если я использую здесь P, и хочу, чтобы у меня написалось только две строки, которые, ну условно две или... Только те строки, которые соответствуют условию между слэшами, я ставлю N. Почему? Я пока не знаю, но так оно работает. Окей, остановимся на этом. Как бы... В моих видео нет теории разбора. Кайф, может быть это минус, может быть это плюс, вы там закроете на этом моменте видео. Я единственное показываю, что я беру и использую этот инструмент в конкретных, определенных задачах. Основная из них это заменить одну строку на другую, заменить содержимое первое вхождение, ну мы сейчас об этом поговорим, с одного на другое. В общем, и безусловно, если ты знаешь, понимаешь и скажешь в двух-трех предложениях всю суть, объяснишь этого N и P принта, вот конкретно этой проблемы, то, пожалуйста, напиши в комментарии. Это будет отличная информация для всех, в том числе и для тех, кто смотрит и читает комментарии под этим видео. Ну, давайте двинемся дальше. Мы будем, пока мы будем использовать set, соответственно, вот так мы можем через Pai перенаправить, а можем использовать... Просто я выведу таким образом текст. Лично я не пользуюсь функцией принта в седе. Может быть, только для дебага. Но я не пользуюсь, поскольку я использую set для того, чтобы что-то либо заменять. Для того, чтобы что-то мне напечатать, я могу тем же самым образом, замечательным, использовать греб. И он меня абсолютно так же выручит, я подозреваю. Абсолютно так же меня выручает греб. Вот я захотел, напечатал. Ну, ладно, это все лирика, понятно, что можно его там использовать по-всякому. Итак, еще раз напечатаю, чтобы было set понятно. Сейчас будет скучная часть, когда я буду просто показывать выражение и что оно делает. Все выражения в седе, которые я использую, они, значит, пишутся в одинарных кавычках, так же, как если вы смотрели AWK, и там в одинарных кавычках используются, значит, условия, команды, все, все в одинарных кавычках. Разные условия, паттерны. Паттерны, когда я говорю слово паттерны, я имею в виду определенное какое-то либо регулярное выражение, либо какой-то кусочек текста, который я хотел бы, чтобы нашелся в... точнее кусочек слова или слово, которое я хочу, чтобы нашлось в строке, в файле, я называю паттерном. Ну, это как бы не только я называю, то есть у нас есть паттерн, он должен матчиться там с содержимым. Для примера давайте сделаем так. Чтобы что-то заменить, мы используем S. Посмотрите и, пожалуйста, напишите. Каждая буковка, понятно, что это значит. Возможно, она значит search, возможно, она значит separate, то есть разделить. Что-то значит буковка S в данном случае. Погуглите и напишите. Скажите мне, пожалуйста, что означает буковка S в данном выражении. Имеется в виду оригинал. Каким образом, от чего сокращено. Я хочу что-то заменить на что-то. Например, я хочу слово lag заменить на fag. Если я хочу, чтобы у меня сохранилась копия оригинала, который я меняю, для того, чтобы в случае я не восстанавливал, менял там обратно туда-сюда, а просто обратился к оригинальному файлу и условно сделал move из одного в другой, то есть один файл другим заменил, переименовал там, то я пишу flag i и точка, например, оригинал. То есть вы можете любое расширение написать. Вот для понятности оригинал, можно писать bug, можно backup, можно там что угодно, можно txt еще раз. Давайте я проверю, что произойдет. Я пишу. Произошло ли что-то, не знаю. Смотрю, у меня появился файл set.txt.oric и остался мой. Посмотрим, что же set.txt. Мы видим, что у меня исправились все вхождения лак на iFuckU. А, наверное, нельзя ругаться. А то вдруг кто-нибудь посмотрит из англоговорящих и расстроится. Ну, в общем, вы поняли. Значит, iFuckU. Понятно, что если я здесь ничего не указал, у меня заменились все-все-все-все-все вхождения этого файла. И также мы посмотрим, убедимся, что set оригинал у нас правильный. Правильный все, окей, да? Затем, теперь, я думаю, нам уже этот оригинал не нужен, посмотрим другой вариант. Я, например, хочу заменить только первую строчку. сфак на love, но только первую строчку. Если мне необходимо заменить одну строку, первую строку, вторую строку, третью, то я должен в начале выражения указать индекс строки. Например, я делаю 1. И как вы видите, у меня iLoveU изменилось, а остальные остались прежними. То есть я указал циферкой 1, что я хочу изменить. И мне изменили одну строку. Я могу указать диапазон. Я, например, хочу с первой по пятую. И, собственно, что мы видим? 1, 2, 3, 4, 5. 5 строк изменилось. Первая-то уже была изменена. 5 строк изменилось. Я могу также изменить с первой по последней. Вот знак доллар. Вот в регулярных выражениях елочка такая, это начало. А доллар это всегда конец. И в таком случае с первой по последней я хочу изменить. И смотрим, меняется все. С первой по последней. То, что идет, то есть у нас есть вот то, что идет в начале, это команда. То, что идет после, допустим, у нас P, или V, или G, это модификаторы. Смотрите, момент такой интересный. Сейчас мы отредактируем set.txt и, например, здесь укажем, вот так мы укажем. И я вот сделаю здесь один, сделаю здесь два. 2G с факт на лак. Как вы можете заметить, в нашем случае я сказал, когда мы ставим циферку после всего выражения, мы указываем на номер, там, индекс вхождения. То есть, ну или там, как правильно, порядок матчинга. То есть, он сможет факт сматчить, ну, до этого мог, несколько раз. То есть, он видел один в этих двух строках. 1, 2, 3. Я ему указал, что глобально поменяю, начиная со второй. Со второй. Если я не использую флаг G, то, смотрите, в первом примере он исправил мне оба выражения. Во втором примере он исправил только второе вхождение. Если мы сделаем global, он исправит и третье. Если мы... Понятное дело, что если мы просто так сделаем, то он везде все нам исправит. В общем, что здесь надо понимать? Если у меня одно и то же слово встречается в строке несколько раз, но я хочу изменить его только в начале, или там, в определенный момент вхождения его там, не знаю, чтобы он, допустим, мне нужно либо последнее, либо первое слово заменить, то я использую циферку, ставлю вот этого вхождения, этого совпадения. В конце эта цифра отвечает за конец. То есть первая цифра отвечает за номер строки, а вторая за номер вхождения. Ну, может быть, неправильно я говорю слово вхождение. Ну, вроде правильно. Пусть будет вхождение. Если вам режет слух, то, пожалуйста, напишите об этом в комментарии. Моему видео будет приятно даже это. Также вы могли заметить, безусловно, я уверен, вы заметили, что те команды, которые мы выполняем с заменой, они не заменяют файли, потому что мы не указали flag i. Flag i on edit files in place. А мы и не указывали, поэтому как бы ничего не менялось. То есть, смотрите, я выполнил только что изменить lag на fag. У нас как бы вывод получился, что мы изменили, а, значит, катаю setTextText, setTextText и ничего не меняется. Естественно, если я укажу flag i, то вывода никакого не будет, однако содержимое файла все изменилось. Но, безусловно, для того, чтобы сделать backup, как я уже говорил, делаем точечку и пишем какое-то некое расширение, как мы сделали это ранее. Значит, двинемся далее. Далее у нас есть возможность удалить файл. Я пока уберу i. Нам достаточно того, что будет в выводе. У нас все есть... Так, в итоге сейчас у нас все... Давайте сделаем так. Как можно удалить? Мы делаем set. Пишем, что мы хотим удалить. Допустим, я хочу удалить строки, которые начинаются с решетки. Там решетка i, пробел. Для того, чтобы удалить, я ставлю, пишу модификатор, команду d. Ну, delete, собственно, что стоило ожидать. И мы видим, что там, где у нас, соответственно, решетка без пробела, эти выражения пропали. Пропали, их нет. Давайте проверим, изменилось ли что-то. А в самом файле в нашем у нас этого, естественно, у нас это все сохранилось. Ну, не изменилось, потому что мы не указали i. Единственное, что я хочу еще добавить, разных отступов. Чтобы удалить, мы используем d. Окей, да? Можно также удалить определенную строку по номеру. То есть я могу указать. У меня есть... Давайте изменим ее как на... Вот так вот, чтобы она была заметна. И, например, я хочу удалить первую строку. Я для этого сначала ставлю циферку, потом пишу d. И, как мы видим, у меня удаляется первая строка, которую я вот эти закорючки написал. Слово кривое самой первой строкой. Ее нет, потому что она удалена. Также есть еще интересная команда, которая, например, большая g. Она добавляет после каждой строки отступ. Ну и понятно, что отступ после каждого отступа. Ну, это, собственно, все, что я хотел сказать по конкретному седу. Поскольку лично я использую... Мне нужно либо удалить строку, либо что-то одно заменить на другое. Чаще всего, если что-то удалить, мне, например, нужно удалить этот значок комментария, либо сам комментарий с файла, либо заменить что-то в конфиге. Давайте посмотрим, вот, на примере... Смотри, тут много закомментированных вещей. Например, порт 22-й. Я могу, например, по SSH заменить порт. Хочу, чтобы у меня SSH-порт был не 22-й, а там какой-нибудь 2022-й, например. С помощью седа я могу это сделать. Давайте представим, что я хочу, например, раскомментировать эту строку. У меня задача такая, раскомментировать эту строку в моем конфиге. Ну, это может повлечь, соответственно, к каким-то проблемам, поэтому всякие системные конфиги, на них лучше практиковаться в случае, если... Ну, в принципе, бэкап можно сделать и практиковаться, но вообще я бы просто копировал бы этот бэкап и с ним ковырялся. То есть я бы сделал бы... Я не буду учить плохому менять просто безосновательно конфиги конкретные. Давайте я его скопирую, чтобы было, ну, максимально безопасно для всех нас. Скопируем его в домашнюю директорию и пусть он также будет называться только конф. И так... Так, он у нас есть, все, он такой же. И вот я хочу его изменить. Мне нужно... В этом файле что сделать? Мне нужно... Заменить мне нужно... Порт 22 на порт 20... Ну, допустим, 2022. Примерно мне вот так вот нужно сделать. И... Делаем I. Ну, сделаем, чтобы него не искать. Ну, вот, как вы видите, что у меня закомментированная строчка превратилась в обычную, плюс еще изменился у нас сам порт. Можно сделать обратную историю. Понятно, что если я то же самое введу наоборот, то он меня, наоборот, закомментирует. Таким образом, иногда можно менять конфиги, когда их много. Вернули назад. Когда много конфигов, можно сделать один скрипт, который по ним пройдется и все изменит. Например, у меня... Мы еще не проходили, я не знаю, если вам интересно и нужно узнать про крон, что такое крон, как делать разные крон-задачи, крон-таб, что это там, крон-ди, то напишите в комментарии. Но я все равно скажу. У нас есть крон-задачи, которые выполняются по расписанию. Задачи, которые выполняются по расписанию. Представим, что у нас расписано на каждый день недели или каждый день месяца какой-то скрипт, выполнение какого-то скрипта. И вместо того, чтобы... А мне, например, нужно изменить время в этих файлах или местонахождение скриптов или что-то в этом роде. Естественно, я воспользуюсь седом и не буду исполнять, менять эти кучи файлов руками. Я просто выполню команду сед и все, руками все исправлю. Ну и, собственно, давайте перейдем к примеру, как можно, ну, в нашем случае лог, изменить лог файла. Такая небольшая хакерская задачечка. Мы возьмем и изменим лог, как будто подменим юзера, который использовал суда в определенный день. Как это можно сделать? У нас есть лог, который пишет разные, связанные с аутентификацией, сообщения. Он называется auth-log. Смотрим его. То, как мы делали в прошлых заданиях, когда исполняли, выполняли журнал CTL. Журнал CTL, соответственно, он собирает в себя все-все-все логи и этот же журнал тоже, он собирает в себя. И нас волнуют вот эти вот команды, которые Влад Арт отсюда исполняет. И вот я хочу сделать так, как будто бы вместо меня другой пользователь их выполняет. Мы видим, с какого числа тут есть у нас информация. У нас есть информация 26-е. Вот 27-го числа Влад Арт выполнял какие-то команды суда, да? Я хочу заменить, чтобы в декабре, 27-го декабря, все, что выполнял Влад Арт, ну, перестал выполнять. И мы подменили, и оказалось, что в логах будет не Влад Арт, а другой юзер. И с помощью седа это можно будет прекрасным образом провернуть. Я уже скопировал пример вот этого лога, но только здесь у меня 23-е декабря. И давайте попробуем, так сказать, приблизиться к истине. Истина заключается в том, что мы хотим файл лога, переписать его данные, а точнее заменить. Нам нужно заменить вот это вот имя юзера Влад Арт на, соответственно, другого юзера. Вы можете, в принципе, написать это, обернуть скрипт. Я единственное покажу в простом сет-выражении. Итак, нам нужна для этого регулярка. Мы знаем всегда, что каждый, нам нужно найти сначала строки, которые необходимы. Видите, у нас есть много строк, которые нам не нужны, они не связаны с суда, они связаны с SystemD, SSHD и прочее. Нам важны суда. И для того, чтобы мы это определили, для определения эти строки суда, нам нужно с чего-то начать. Начинаем. Значит, у нас начало строки определяем данным выражением. Про регулярные выражения вы можете посмотреть в видео, которое связано с грепом. Там так написано греп и регулярные выражения и подробно узнать об этом. Значит, мы делаем греп. Дальше у нас после грепа пробел. Дальше у нас идет число. В нашем случае, например, это 23, там будет 27. Прямо конкретно его укажем. Дальше у нас все на свете идет. Судо, двоеточие и пробелы. То есть, двоеточие там плюсик, пробелы плюсик. И Влад Арт идет. Таким образом, мы, ну, допустим, даже S плюсик, двоеточие. Даже вот так вот сделаем. Вот такое у нас регулярное выражение получилось. То есть, мы находим нашего Влад Арта. Что я тут делаю? Я говорю, что в начале строки у нас декабрь, дальше после декабря у нас идет пробел. После пробела у нас число идет. После числа идет все, что угодно, до суда. Как только мы встречаемся с суда, я говорю, что после суда есть какой-то знак в виде двоеточия в нашем случае, то есть, это большая V обозначает, что это любой знак, который не буква и не цифра. Плюсик говорит нам о том, что вхождение должно быть хотя бы один знак, не плюсик, не буква, не цифра и что-то еще. То же самое с пробелом, хотя бы один пробел. Затем мы говорим конкретно, какой логин Влад Арт. Влад Арт. И после этого говорим, что после Влад Арта может быть один или два пробела и затем двоеточие. показывает те строки, которые нам надо. Давайте проверим, правильно ли работает эта регулярка в нашем выражении. Помним, регулярочки у нас таким образом пишутся. Проверим. Так, он, видите, не находит. Теперь надо понять, что конкретно и почему он не находит. А, потому что там 27-ое. Вот, значит, он нашел три вот этих команды. И нам важно, чтобы вот Влад Арт у нас оказался юзер 100, потому что у меня есть такой юзер, юзер 100, пусть будет юзер 100. Или, например, напишем какое-нибудь послание. Послание оставим. Как это сделать с помощью сета? Помним, у нас есть сет. Нам здесь нужно поставить флаг е. Можно его ставить, можно не ставить. Флаг е обозначает ну, expression, выражение. То есть мы говорим после флага е, мы можем писать разные условия, разные выражения. Опять, обратимся к сету. Где у нас, значит, е? Маленькое. Маленькое е. Ну, вот, е, expression, выражение, expression. Попробуем такой вариант. Значит, пишем сет е. Здесь, в самом начале, мы ставим такие вот значки, наши любимые, наши разделители, и добавляем наше регулярное выражение сюда. после этого, после этого, мы уже пишем опять s, то есть я хочу заменить, то есть смотрите, я здесь говорю, что именно в строках, в строках, которые соответствуют вот этому регулярному выражению, только в них мы заменяем, что мы заменяем, как, например, мы заменяем влад art на fuck you, на fuck you мы заменяем, в файле вот этом, par lock off lock. Так, я совсем забываю, что в нашем случае происходит вот эти вот все знаки, они как-то плохо славливаются, имеется в виду, что non-word, то есть он же воспринимает все как строки, и я не совсем корректно указываю, давайте так сделаем, и не будем спешить, а укажем p, помним, если мы указываем p, мы ставим n, так, ничего не показали, а, здесь плюс, о, ну давайте только то есть вернем, о, вот, значит, мне все показывает строки, которые необходимы, заменить, лад арт на fuck you, первого вхождения, и, так, ничего у нас не изменилось, правильно? Потому что я поставил флаг n, но я хотел вообще флаг e, чтобы посмотреть, ага, вот мы видим, что fuck you использовал суда и сделал какие-то гадости с нашим, с нашими логами, правильно? Правильно, 26 декабря я, значит, работал, все правильно, журнал с CTL, там что-то говорил, тут пришел какой-то fuck you, из-за меня тут все намутил какие-то страшные сет команды, давайте проверим, а тут ничего не записалось, да? Ну, в таком случае я предлагаю перезаписать и пусть fuck you, ах, у меня permission denied, а я сделаю таким образом, посмотрим, что же получится из этого, мы видим, что fuck you изменил все команды, даже ту команду, которую я ввел последний раз, то есть сейчас, и, ну, к сожалению, правда, видно, что я ввел эту команду, ну, можно было бы, наверное, еще и какую-нибудь, не знаю, там, последнюю, последнюю команду удалить, я не пробовал, честно говоря, давайте посмотрим, получится ли так, он даже какие-то последние строки удалил, вообще, я вам показал, чтобы он удалил последние, то есть, с помощью, насколько я помню, с помощью знака, точка с запятой, мы разделяем команды, по идее, ну, по крайней мере, я ожидал, что он удалит мне, удалит последнюю команду, вот, и закончилась эта магия с седом, спасибо за просмотр, прошу прощения, если ваши ожидания я не смог оправдать, ну, в любом случае, я думаю, это было полезно, и, надеюсь, было хотя бы понятно, в какой области мы можем применить сед, когда дело касается автоматизации, изменений разных конфигов, нескольких конфигов, в разных местах, такие инструменты, как Греб, AWK, СЭД, они, безусловно, нам помогают, без них, мы, можно сказать, как без рук, и наши, человека, и наши трудозатраты, и время затраты, они увеличиваются, поэтому необходимо хотя бы базово, хотя бы поверхностно понимать, как я, не просто, ну, не даже, не обязательно досконально понимать, как работает тот или иной инструмент, от А до Я, когда мы только начинаем знакомиться с ним, но необходимо понимать, в каких ситуациях и для чего мы можем их использовать, для того, чтобы мы их использовали. На этом этапе мы заканчиваем с знакомством с утилитами тузами, которые работают с текстом, и в следующих видео я уже, как само собой разумеющееся считаю, что вы знаете и понимаете, как и для чего мы выполняем те или иные команды с этими тузами. В следующем видео, я думаю, мы поговорим про файловую структуру Linux, что там за директории у нас в корне лежат, что за BIN, юзер, ETC, что это такое, поговорим об этом, потому что это, наверное, тоже, во-первых, отличительная особенность Linux, и так как из дистрибутива в дистрибутив это почти всегда одинаковые строения, то мы сможем положить в копилку это знание и знать, для чего и когда использовать, залазить, смотреть, читать, создавать что-либо и вообще как взаимодействовать с теми или иными директориями. Поэтому я вас жду в моих видео на YouTube-канале, ставьте лайки, подписывайтесь, всем спасибо, всем пока, и не забывайте, что сейчас самое время привести свои мысли в порядок, выпить чай, кофе и обязательно возвращаться.